Всем привет! Продолжаю я вместе с вами рассматривать события турнира Кубок Наций по Карлу, по дополнению Катили. И сегодня я хочу рассмотреть с вами поединок между таким сильным очень игроком ФЛТК и представителем клана Фёст Гвардс Баркой, Гамилькар Баркой. Он попал через таковой матч, играл он с Леджио и выиграл. Он играет за Аваров, а за Вестфали играет ФЛТК. Ну и сразу хочу обратить внимание на состав ФЛТК. Мне кажется он очень здоровский состав, он угадал с этим составом относительно того, что он набрал за Авар Барка. Мы здесь видим левый фланг, у нас это знатные метатели дротиков в количестве двух, это ветераны-копейщики отряд копьеносцев. Правый фланг чуть более сильный здесь, тоже знатные метатели дротиков. И ветераны-копейщики, но в количестве двух. Центр представлен новобранцами с дротиками в количестве двух. И хранители очага генерал с воинами со скромосаксами. И обращает на себя внимание, ну как обращает, ну то есть стандартные вот эти вот 8 конных застрелов за Вестфалию. Это конные разведчики в количестве трех на левом фланге, конные разведчики и саксонская Кава на правом фланге. Ну и здесь саксонская конница и саксонская конница, она тянута назад. Это последняя уже линия обороны. То есть в принципе вот против такого состава, как вот 4 аварских мечника, 3 всего лишь лука здесь. Ну не бомжовые копейщики, ну просто копейщики не стреляющие. Копия это не воины племен. Вот взяты 5 здесь. В принципе можно вот этими ветеранами-копейщиками и скромосаксами, и генералом-хранителем очага. В принципе ими можно танковать против вот этих вот отрядов пеших, по крайней мере отрядов авар. И как бы те застрелы, которые в составе Вестфалии и конные, и пешие, в общем-то они могут законтрить и мечи вот эти вот знатные аварские, разобрать особенно знатные. Ну и как бы законтрить кавалерию они могут, эти застрельщики, и их 6, мы видим, да, то есть всего пеших застрелов 6. Ну и разумеется, вот это замечательные совершенно и конные разведчики, и саксонская кава, которая может контрить и вот этих вот двух аварских конных лучников. Ли может контрить вот эту вот ударку, 4 вот здесь простецких ударки мы видим. Ну мы сейчас ускоримся, что-то очень долго здесь стояли, соперники, может брал кто-то там паузу для чего-то. Ну а может быть они здесь там друг другу что-нибудь и говорили. В общем 4 здесь аварских пикинера, и генерал у нас это аварская гвардия. В принципе я, по крайней мере считаю, что здесь составом угадал. ФЛТК более чем. Вот, ну здесь стояние продолжается. Кстати, очень долго эти товарищи стояли. Сейчас мне пишет мой товарищ, очень хороший мой друг. Ой. Так, как мне попасть-то теперь к этим хранителям очага. Ага, все, понял, вот так вот попадем. Ну, пока здесь стоят, я сейчас, извиняюсь, отвечу здесь. Вот, на третьей скорости уже, вот посмотрите, как долго мы стоим. Не знаю, почему они там стояли, чем это вызвано, в комментариях нигде никто не написал. Ну и вот сейчас барка начинает разводить фланги. В принципе, да, он достаточно, ну, правильно действует. Этими копейщиками можно попытаться законтрить вот этих вот стрелков, не дать им стрелять по центру. Ну и с знатными аварскими мечниками, конечно, таким широким фронтом можно навалиться, в принципе, на весь фронт Вестфалии. Ну и начинается у нас здесь перестрелка. Эти аварские лучники уже стреляют. Маленько они стрельнули по саксонской коннице. Причем, обратите внимание, парфянская это стрельба. И стрельба в движении она у всех отрядов, в том числе и вот у саксонской кавы, и у конных налетчиков. Ну и, естественно, у аварских конных луков. Причем они стреляют всеми четырьмя видами снарядов, они могут стрелять, что тоже достаточно важно. Вот в отличие вот той же саксонской кавы, и конных налетчиков, которые стреляют всего лишь одним типом снарядов. Ну вот я считаю здесь, конечно, небольшая ошибка здесь, что следовало бы как бы фланги-то вот эти вот прикрыть, как-то, может быть, оттянуть копейщиков. Ну вот здорово здесь действует Барко, пытается он своими... Ну, не уймутся люди никак. Пардон. Да, вот то, что мы говорили. Ну раз вот ты вывел сюда вот аварских пикинеров-то, ну надо чержить тут даже пусть через свои копья. Ну вот посмотрите, что по итогу происходит у нас. Знатные эти застрелы они отработали, и вот, причем вдвоем по аварским пикинерам, новобранцы и знатные застрелы отработали. И все, 40 вместо 60 на правом фланге, то, о чем я говорил, неприкрытые остались эти пешие аварские лучники, им досталось. В том числе досталось здесь и аварским пикинерам. Ну немного, конечно, но досталось. Почему стоят вот сейчас мечники-то здесь эти в стене щитов? Ну вот, вот то, о чем я говорил, смотрите, отрабатывают по этим знатным аварским мечникам. Кавалерия, да, здесь прочаржила этих, но это всего лишь новобранцы. А эти знатные, они сейчас, что, да, он их отводит, конечно же, под прикрытие копейщиков. На левом фланге у нас, что здесь происходит? Вот они танкуют, казалось бы, что такого, но по каким-то огненным выстрелам стоят. Опять вот они, неприкрытые пешие аварские лучники. Сейчас им здесь, конечно же, достанется. И вот тут, если бы не вот эти аварские, причем аварские пикинеры чаржат стену щитов воинов со скромосаксами. Здесь новобранцы расстреливают. Посмотрите, как здорово стоят вот эти знатные метатели дротиков. Все-таки у них показатели ближнего боя здоровские. Ну и сейчас достанется здесь от Саксонской Кавы этим пикинерам вообще хана. Причем отводит даже, не вступает в бой ФЛТК своих. На правом фланге что у нас? У нас копейщики в совокупности со знатными метателями дротиков. Вот сейчас, сейчас, о, вот сейчас будет, вот здесь вот все, расстреливает. Просто расстреливает, смотрите. Сыпятся, сыпятся прям. Да, сыпятся аварские пикинеры. Да все, хана им здесь, конечно, их сейчас здесь зарубят. А справа очень здоровская ситуация складывается. Слева аварские темечники за кем-то там бегут. От лучников уже здесь ничего не остается. Вернулся отряд копьеносов и сейчас он будет здесь помогать своим. Ну а знатные метатели дротиков даже под знатными аварскими мечниками стоят. Обалдеть. Да, Геной здесь прочаржил и неплохо прочаржил. Стреляет огненным выстрелом своими хашками по хашкам ФЛТК. Ну вот зачем генералам? Ну в принципе можно, ну не догнать же их. Второй отряд здесь подходит, знатных аварских мечников. Посмотрите, три отряда, с которых два элитные, они просто держат. Здесь один, конечно, замигал уже, но тем не менее. И вот зря, конечно, отошел. Надо чаржить было, вот, вернее, пардон, вот так вот нужно было прочаржить сейчас. Поскольку есть копья, которые могут прикрыть, разогнать этих копейщиков. Вот этот чарж, посмотрите, в квадратик в стене щитов. Ни к чему он, конечно, хорошему не приведет. Ну понятно, здесь на левом фланге знатные аварские мечники, они вообще попали там. Здесь аварские пикинеры сливаются. Стоят здесь лучники, но они не убегут сейчас, хашки. Хашки не убегут. Догонит их сейчас, вот догонит, догоняет. Ну да, один, второй. Здесь главное сдержать ему сейчас, вторым догоняет. Ну не хашек побьет, так лучников побьет. Более того, копья вот бегут на помощь. Ну а здесь последовал запоздалый чарж, конечно же, генералам. И явно не с той стороны. Нужно, конечно же, было делать это с тыла. Поскольку вот есть копейщики, еще одни сбежали. Есть кем прикрыться здесь, нужно было. Все-таки вот здесь вот один из ключевых моментов боя на правом фланге. Можно было здесь зарешать все это дело. А сейчас этими хашками бить пустых знатных метателей дротиков, которых 42. Еще неизвестно, как тут все это дело повернется. Ну и, соответственно, левый фланг освободился. Удалось и ФЛТК там все это дело зарешать. Ну и генерал, я думаю, сейчас сольется генерал. Просто я сам бой до конца не видел. Да, пришли здесь авары. Конечно, все уже, все эти запоздалые уже меры, когда нужно было все это делать раньше. Ну, в общем-то, неплохие показатели за авар, но при таком раскладе, при таком билде за все должны были аварские вот так вот собирать. Даже 105 при таком раскладе, как бы это маловато. Это хорошо, да, но это мало. Из аварских пикинеров 136-1 набил. Да, это хороший показатель. Если бы все так хотя бы под 100, тогда да. То есть просто нужно было физически убить и копейщиков прежде всего, а потом уже с отстрелявшимися саксонской конницей, с отстрелявшимися конными разведчиками уже разбираться своими луками. А луки что? Ну вот один, который по центру был, он, конечно, успел навалять. А эти вот посливались, оба лука. Хашки, ну один неплохо, но второй мало. То есть половина фактически сыграла-то. Здесь, ну, Генуа не вступал в бой. Посмотрите, здорово, как ветераны-копейщики отыграли. Все знатные метатели дротиков, они свою функцию выполнили. Почему? Это очень хорошие результаты, исходя из того, что, во-первых, они стреляли знатных аварских мечников. Да, показатели их мы знаем, очень высокие показатели защиты и ближнего боя, и брони там, но тем не менее. Ну, в общем, вот такие вот результаты. Даже эти, посмотрите, новобранцы. И воины со скромосаксами, и новобранцы с дротиками отлично провели бой. Ну что ж, гуд гейм, в любом случае отличный бой. Спасибо за внимание.